Итак, мы рассматриваем эту тему, как развивать наши факторы природы Будды в сутре и в тантре. И мы увидели, что факторы природы Будды — это различные аспекты потока нашего ума, благодаря которым мы можем достичь различных тел Будды. И общее изложение природы Будды разделяет эти факторы на три типа. Первое — это развивающиеся факторы, те которые в конечном счете станут или превратятся в изменяющиеся тела Будды. А именно тело-форм Будды, то есть нирманакая и самбхогакая. И всеведующий ум Будды, который известен как тхармакая глубокого осознавания. А вторая группа — это неизменные факторы. И здесь имеется в виду пустотность нашего потока ума, Благодаря которому мы можем достичь свабхавакая или телосущностной природы Будды, то есть это пустотность всеведующего ума Будды. И также есть третий аспект или третья черта природы Будды, И это то, что наш ментал-континум может быть виспировано и виспировано. Таким образом, эти эволюционные факторы и различные хорошие качества и так далее, которые мы имеем, могут увеличить, чтобы становиться различными функциями Будды. Это способность потока нашего ума получать вдохновение, воодушевление или духовный подъем, благодаря чему различные развивающиеся факторы природы Будды или положительные качества, достоинства могут быть стимулированы к росту и благодаря чему в конечном счете они станут различными аспектами тел Будды. И мы как раз описали вот эти развивающиеся факторы. В целом речь идет о двух системах, которые также часто называют два накопления или два собрания. Это система или сеть положительной силы, которую также называют заслугой. И система или сеть глубокого осознавания, которую также называют мудростью. И нам нужны обе эти системы, чтобы они у нас работали вместе. Система положительной силы создается благодаря созидательному поведению. И это причина обретения для тела форм Будды. В то время как система глубокого осознавания для этих тел форм Будды будет одновременно действующим условием. Система глубокого осознавания будет причиной обретения. Система положительной силы будет одновременно действующим условием. Система глубокого осознавания создается или развивается благодаря медитации на 16 аспектов четырех благородных истин или точнее или в частности на пустотности. Okay, now... One point that needs to be understood is that, especially when we speak in terms of the network of positive force, that this gives rise to what we experience in samsara, our rebirths, not only what will eventually give rise to our enlightened bodies, non-static ones. И еще один момент, которого важно коснуться при описании этих систем, в частности системы положительной силы, то, что она не только приводит нас к этим телам Будды, а именно изменчивым или изменяющимся телам Будды, но и от нее, от этой системы положительной силы зависит наше положение в сансаре. В частности, мы имеем в виду, что мы имеем в виду, что мы имеем в виду самсара-билдинг-нетворки и просто-билдинг-нетворки. У нас есть системы, создающие сансару и чистые системы, или дословно системы, создающие чистое. И все зависит от того, как мы видели, какая у нас мотивация и чему мы посвящаем накопленную положительную силу. Если мы создаем эти системы без какой бы то ни было цели или намерения, и ничему это не посвящаем, то они будут просто увековечивать наше сансарное существование. Если мы будем создавать или развивать их с намерением достичь более благоприятных перерождений, значит, оно приведет нас к этому. Если наше намерение и посвящение это достижение цели освобождения, то мы в итоге достигнем состояния архата. Если наше намерение достичь просветления, и мы посвящаем накопленную положительную силу просветлению, то тогда мы достигнем просветления. И создаем или развиваем ли мы эту систему положительной силы с помощью созидательных действий методами сутры? Или в дополнение к методам сутры, когда мы выполняем те или иные созидательные действия, мы еще и представляем себя в виде того или иного медитативного образа Будды, тем самым практикуя методы тантры. И мы здесь говорим о тантре в целом, то есть о всех классах тантры. Или помимо этого, если мы еще и превращаем нашу тончайшую энергию в эту тантры, то есть о всех классах тантры. В этот образ Будды это та практика, которую мы делаем в высшем классе тантры, то есть анутара-йога тантры. В любом случае здесь эта же самая структура, то есть мы или стремимся к любому сансарному телу, или к более благоприятному перерождению, но тоже в сансарном теле, или к обретению тела Архата, или к физическим телам Будды. Это почему иногда говорится, что если мы визуализируем себя в форме тантры, но без бодхичитта-мотивации, то это просто cause for rebirth as a ghost in the form of this Buddha-figure. Вот почему иногда говорится, что если мы визуализируем себя в образе того или иного Будды, но делаем это без мотивации бодхичитта, это может привести к тому, что мы родимся в мире духов в форме этого божества, и это действительно такое довольно весомое утверждение, которое нам важно принять близко к сердцу. И вот почему, когда мы представляем себя в образе того или иного Будды, нам важно обладать пониманием пустотности того, чем мы занимаемся. И как мы рассмотрели, даже если у нас нет очень глубокого понимания пустотности, даже если наше понимание пустотности концептуально, тем не менее, если наша мотивация бодхичитта, то эта практика будет причиной достижения нами просветления. Но даже если у нас есть определенное понимание пустотности, мы медитаем на себя в форме этого фигуры, без бодхичитта-мотивации, мы не будем строить визуализированный network, мы будем еще сомсаром, мы будем еще сомсаром, мы будем еще сомсаром, мы будем еще сомсаром. Поэтому бодхичитта-мотивация абсолютно важна. Но даже если у нас есть понимание пустотности, но нет мотивации бодхичитты, то эта практика будет создавать не ту систему, которая приводит к просветлению, а ту систему, которая увековечивает нашу сансару. В частности, мы можем родиться в теле этого божества, в теле, которое будет таким же, как это божество, но в мире духов. И вот почему мотивация бодхичитты абсолютно необходима для этой практики. И мы видим, что есть разница между рабочим и не рабочим бодхичиттой. Рабочим – это то, что мы должны работать, чтобы чувствовать, по-другому, 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 по-другому. И мы рассмотрели, что бодхичитта бывает с усилиями и без усилий. Бодхичитта с усилием, когда мы развиваем ее посредством цепочки рассуждений, мы думаем о том, что все живые существа были нашими матерями и так далее. И, думая об этом, мы зарождаем это чувство бодхичитты. Бодхичитта без усилий у нас появляется тогда, когда мы уже настолько привыкли зарождать бодхичитты. Бодхичитту с усилием, проходя по этой цепочке умозаключений, что у нас она возникает уже без необходимости таким образом размышлять, и она с нами просто находится все время. Поэтому нам важно не обманывать себя. Думая, что если мы в начале практики и в конце повторяем строчки, где говорится про бодхичитту, то это уже автоматически означает, что у нас есть бодхичитта, мотивация бодхичитты. То есть, важно не считать, что мы уже достигли этой стазии бодхичитта без усилий, когда на самом деле мы просто повторяем слова, но ничего при этом не чувствуем. И это означает, что нам нужно прилагать определенные усилия к тому, чтобы развить бодхичитту. Для этого развивая любовь, сострадание, и, конечно, для этого важно знать, собственно говоря, что такое бодхичитта. Мы сосредоточиваемся на символе нашего просветления, нашего собственного просветления, которое пока еще не произошло, но которое может произойти в будущем. И мы сосредоточиваемся именно на своем собственном просветлении, не на просветлении Будды Шакимуни и не на просветлении в целом, как некой абстрактной категории. Мы именно сосредоточиваемся на своем просветлении, которое пока еще не произошло, но которое может произойти благодаря тому, что у нас есть природа Будды. И далее мотивация, и помните, у нее есть два аспекта. Итак, наша цель или наше намерение, это, с одной стороны, достичь этого просветления, этого просветления, которого пока еще нет, но, которое может произойти, и, с другой стороны, достигнув его наилучшим образом, помочь другим существам, будучи уже в этот момент просветлен. И кроме этого намерения у нас также есть еще и эмоциональная составляющая мотивации, а именно любовь и желание, чтобы все были счастливы со страдания, желание, чтобы все были свободны от страданий, исключительная решимость, то есть ответственность за то, чтобы мы привели других к просветлению, даже пусть если нам придется это делать в одиночестве. Вот такого бодхичитта, и важно знать, что имеется в виду под бодхичитой, для того, чтобы мы могли работать над достижением этого состояния, чтобы мы действительно чувствовали что-то, чтобы именно таким было состояние нашего ума. И нам важно до начала тантрической практики уже познакомиться с этим состоянием, для того, чтобы вначале, когда мы зарождаем эту мотивацию, это была мотивация бодхичитты, и в конце, чтобы мы могли посвятить накопленную положительную силу достижению просветления, в обратном случае, если у нас этого не будет, то наша практика просто станет причиной рождения в мире духов, в форме этого божества. И очень сложно переоценить важность этого. So, please, take a minute or so to let that sink in, and try to generate the strong intention, if you are already involved with tantra practice, that I am going to make sure that my daily practice of deity yoga, tantra, visualizing, imagining myself in the form of this figure, is going to be sandwiched in between. At our stage, it's going to have to be labored bodhichitta, building it up, actually feel it. И давайте какое-то время посвятим тому, чтобы усвоить этот материал. И если мы уже занимаемся практикой tantra, представляя себя в виде тантрического божества, чтобы мы зародили в себе намерение охватить эту практику зарождением мотивации бодхичитты и посвящением положительной силы в конце, чтобы мы действительно чувствовали эту мотивацию. And if we are not at that point, where we can really start to feel a little bit of bodhichitta, then, sorry, but we're not ready for tantra practice. It's dangerous, because it can act as a cause for being reborn as a ghost in this form. И если мы обнаруживаем, что у нас пока еще нет этого чувства бодхичитты, то я, к сожалению, вынужден признать, что это значит, что мы пока еще не готовы для практики tantra, потому что такая практика может быть опасной и закончится рождением в мире духов в форме этого божества, которое мы практикуем. And if we have already engaged ourselves in tantra practice prematurely, then, even though we might not really feel very much and not really be sincere in generating bodhichitta, at least go through the steps of it. Пусть даже у нас, может быть, не получается правильно зарождать bodhichitta и по-настоящему искренне ее чувствовать, во всяком случае, мы можем проходить по шагам ее развития. I don't think that actual bodhichitta is easy to generate. It's not. When you think in terms of I am going to bring everybody, that means countless number of beings, to enlightenment, with equal regard to everybody, this is not exactly easy to be really sincere about, is it? Especially if we think of those unfortunate sentient beings who presently are in the form of cockroaches and mosquitoes. And it's very important not to consider that to be really a bodhichitta is easy, because it's not easy, and what is needed from us here, that is, in the same way, is to bring the liberation of all beings and does not make any difference between them, for example, if we talk about the non-conscious beings, who were born in the bodies of tarracans or comars, there should not be any relationship to them. It's not easy. So let's take a moment to... let this sink in and make the intention. И давайте посвитим какое-то время тому, чтобы этот материал усвоился и мы также создаем вот это намерение. Продолжение следует... 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 а лишь страданий. Давайте более подробно рассмотрим систему положительной силы. Мы создаем ее благодаря нашему созидательному или конструктивному поведению. И если мы посвящаем ее, обладая бодхичитой, просветлению, то тогда она, эта система положительной силы, станет причиной достижения состояния Будды. И если он будет создать самсару, то он будет связан с кармой. Те созидательные действия, которые мы, возможно, выполняем сейчас, если они лишены этой мотивации, они становятся системами, создающими самсару. И это значит, что они связаны с кармой. Когда мы отделаем что-либо на уровне наших тела, речи или ума, то после завершения этого действия в потоке нашего ума остается определенный отпечаток, последствия. А именно, определенная кармическая сила. Я не буду вдаваться в подробности относительно всех возможных толкований и объяснений того, что это такое. Но вкратце, это просто кармическая сила и кармические склонности. Если наше поведение, то, что мы делаем, смешано с неосознаванием реальности, но при этом у нас нет других беспокоящих эмоций. И наша мотивация вместо этого – это та или иная положительная эмоция или эмоции, такие как любовь, сострадание и другие. То это будет положительной кармической силой, так называемой заслугой. Что приведет к более благоприятным перерождениям. Если это действие смешано не только с неосознаванием реальности, но и с неосознаванием причин и следствий, то есть мы не осознаем, что это действие принесет нам впоследствии страдания. И оно смешано с беспокоящими эмоциями, помимо неосознавания, такими как страсть, привязанность, гордыня, зависть, ревность и другие. То это будет разрушительное, деструктивное поведение, которое будет создавать отрицательную кармическую силу. Что приведет к худшему перерождению. Вот таков кармический механизм, если можно такого назвать. Мы создаем положительную силу и положительные склонности, и также отрицательную силу и отрицательные склонности. Есть некоторая разница между кармической силой и кармическими склонностями, но я не буду вдаваться здесь в технические подробности. Если мы посмотрим на плот или результат этих кармических действий, то, соответственно, результаты этого позитивного и негативного. Ну, я буду квалифицировать то, что я говорил. Если мы смотрим на результаты этого конкурса позитивного кармического силы, в том числе строительства самсара, и мы продолжаем нашу дискуссию и мы продолжаем думать на уровне негативной силы, то это результаты, которые будут следовать и их выразить. Таким образом, если мы рассмотрим вот эту положительную силу, которая образует ту систему положительной силы, из которой получается сансара, и также мы можем расширить нашу перспективу и посмотреть еще и на систему отрицательной силы, то вот таковы последствия накопления этой силы. Есть несколько видов последствий и результатов. Первый — это созревший результат. Это относится к загрязненным или, дословно, испорченным совокупностям, с которыми мы родились. Тainted — several different interpretations of its meaning. Слово испорченный здесь имеет несколько толкований. If we use the most general definition, it means that it is obtained from unawareness of reality and is mixed with that unawareness. Самое общее определение — это то, что появилось из неосознавания реальности и смешано с неосознаванием реальности. And this is referring to five aggregate factors that make up each moment of our experience. И здесь имеется в виду пять совокупностей или совокупных факторов, которые образуют каждый момент нашего познания. Aggregate of forms, physical phenomenon. Это совокупность форм, физических явлений. So that's referring to the type of body that we're born with. Здесь имеется в виду то тело, в котором или с которым мы родились. Body of a human, body of a cockroach, body of a dog, body of a ghost, whatever. Будь то тело человека, или таракана, или собаки, или призрака, духа. Complete body, deformed body, complete one, one that's blind, etc. Это может быть полноценное тело, оно может быть неполноценным. Например, это может быть тело без зрения, слепой человек, например, да. Then, aggregative feelings. Далее, совокупность чувств. And this is referring to feeling happiness, unhappiness, somewhere on that spectrum. И здесь имеется в виду чувство счастья или несчастья, то есть некий уровень чувства на всем этом диапазоне. So, although the presentation of these results is usually given in terms of what we're born with, can also refer to what we experience each moment. So, each moment we feel happy, unhappy, etc. И этот созревший результат, он может рассматриваться как с точки зрения того, где мы родились, в каком мире или в каком теле, так и с точки зрения того, что мы переживаем в каждый момент времени, то есть определенный уровень счастья или несчастья. What we are born with is basically a certain spectrum or range of happy and unhappy that our physical basis can support. There's too much pain and suffering, unhappiness. Our body goes unconscious, for example. In the hell realms, your body wouldn't go unconscious so that you would be able to experience far stronger levels of unhappiness, of suffering. That's the difference. It's dependent on your physical basis, how much suffering, how much on that spectrum of unhappiness and happiness you can experience, can be supported. Если говорить о теле, в котором мы родились, то у него есть определенный спектр или диапазон уровня счастья и несчастья, который оно может выдержать, основой для которого оно может послужить. Например, у нас тело человека, и при определенном уровне боли оно… Мы теряем сознание. Но, например, в мире адов там у существ такие тела, которые не будут терять сознание при таком же уровне боли и при большем. Так что, соответственно, существа в этих мирах могут испытывать значительно большее страдания. Aggregative distinguishing, sometimes called recognition. Далее, следующая – это совокупность развлечения, которую также иногда называют совокупностью узнавания. Это связaria с тем, что развитие на объ Bible comunи, это связь, телоизнение, телоизнение и так далее, но на так далее… И это развлечение относится к тому, как мы воспринимаем с помощью наших органов чувств, как мы познаем различные явления, насколько тонко мы можем отличать одно явление от другого и в каком диапазоне можем их познавать. Например, разные существа с разными телами способны познавать образы или звуки в разных диапазонах. Например, те существа, которые способны различать цвета, они, соответственно, обладают большим диапазоном и их зрение способны на большее по сравнению с существами, которые видят всё в чёрно-белом, в оттенках серого. Следующая совокупность – это прочие воздействующие переменные. И здесь, что важно отметить, что все эти созревающие результаты относятся к категории неопределённых явлений. То есть, Будда не определил их ни как созидательные, ни как разрушительные, они этически нейтральны. Могут быть использованы как для созидательных, так и для разрушительных целей. То есть, мы не используем сюда такие ампанты обчинился, как душевная тuurка, или напомнюю ноль, или наградные, или ромнические цветы. То есть, усчто есть, тупая структация, или ромнические дизельные цветы, или ромнические дизельные цветы. Поэтому мы сюда, в эту совокупность прочих воздействующих переменных, не будем включать те, которые будут созидательными или разрушительными, например, инстинктивное сострадание или инстинктивный гнев, потому что они происходят из соответствующей привычки, склонности испытывать эти чувства в прошлых жизнях, которые переходят в эту жизнь. И поскольку они этически относятся с этической точки зрения к созидательным или к разрушительным, а мы здесь говорим только о тех прочих воздействующих переменах, которые неопределённы, мы их здесь включать не будем. То есть мы здесь рассматриваем только те прочие воздействующие переменные, которые могут быть использованы как для конструктивных, так и для деструктивных целей, такие, например, как способность к сосредоточению, интеллект и другие. Далее – совокупность сознаний. И здесь, в контексте обсуждения созревающих результатов, мы говорим о том, сколько видов сознания есть у того или иного существа. Например, существа в мирах богов форм, в богов мир и желаний не обладают обонянием и вкусом. Способность чувствовать вкус. В общем, это не на сто процентов, но некоторые виды богов не способны ощущать запахи и вкусы. Я не могу сейчас точно сказать, какие именно боги. По мере того, как мы поднимаемся во всё более высокие миры богов, существа имеют всё меньше и меньше тюрьмы. чувств или ощущений, и в какой-то момент они лишаются как раз способности чувствовать запахи и вкусы, но я не помню, это точно, прошу прощения. Это что касается созревших результатов в отношении состояний, различных состояний рождения. И точно так же это может относиться и к тому, что мы испытываем от момента к моменту в этой жизни. Например, мы можем подумать о том, что точно так же в какой-то момент этой жизни мы можем потерять зрение. Или лишиться руки так, что наше тело станет неполным, как бы неполноценным. То есть это также вид созревших результатов. Далее, следующий вид результата – это результат, схожий с причиной, и это относится к нашему поведению и к нашему переживанию или познанию. И поэтому мы импульсы или уржения мы просто подавляем, которое мы превратим в таком руке в начале. Мы помним, что мы делаем, как мы получили и мы при memorialными стрижнами и то, что мы импульс, что мы делаем, что мы получили в таком, И здесь имеется в виду импульсы или побуждения, которые возникают у нас в уме. Они возникают из-за того, что мы действовали таким образом в прошлом, в прошлых жизнях. Например, когда мы гневались, мы начинали кричать. И точно так же в этой жизни, как только мы разгневались, у нас возникает вот это побуждение, импульс, начать кричать. И когда мы говорим о карме, слово «карма» относится именно к этому побуждению или импульсу. И результат similar to a cause in our experience is primarily referring to that urge to get into a situation in which... Well, it's not really the urge, but it is the getting into that situation in which things similar to what happened to us in the past occur back to us. Consciously, unconsciously. И что касается результатов схожих с причиной в отношении того, что мы переживаем, речь идет о том, что мы в большинстве случаев бессознательно снова и снова попадаем в те же самые ситуации, которые связаны с этими импульсами, которые мы переживали в прошлом. И я еще уточню сказанное, потому что я вспомнил о важном принципе, то, что карма... Что карма никогда не созревает из кармы. То есть, нам нравится кричать, у нас возникает это желание, и когда оно возникает, у нас после этого появляется побуждение или импульс закричать. I like yelling. I like killing flies, killing mosquitoes. I like, you know, certain type of sexual, you know, improper sexual behavior, whatever it might be. We like doing that. Это может быть все, что угодно. Например, нам может нравиться кричать или убивать мух или комаров, или заниматься тем или иным видом неуместного полового поведения, и нам это нравится. Then, depending on different conditions, circumstances, the urge will come up to act on that, the basis of that liking. This is more precise, how karma works, how it ripens. Из-за того, что нам это нравится, при тех или иных обстоятельствах у нас возникает побуждение или импульс совершить это действие. Вот таким образом, если быть более точным, работает карма. So, you like certain people. You sort of just instinctively like this person or that person. And it's going to be somebody that always will yell at you. So, this is what it means, getting into a situation in which things happen back to you. You sort of have a karmic attraction to people who are going to yell at you and verbally abuse you. And you get involved with them. And then you experience being yelled at. Например, нам могут нравиться... Very nasty, isn't it? Например, нам могут нравиться определенные люди, именно такие, у которых есть привычка кричать. И это как раз вот этот вот результат, схожий с причиной, который превращается в переживание нами определенной ситуации. У нас есть кармическая предрасположенность вступать в отношения именно с такими людьми, которые любят кричать, поскольку они нам нравятся. И, соответственно, в этих отношениях они все время на нас кричат, мы все время от этого страдаем. То есть, такая довольно неприятная вещь, не правда ли? У нас может быть... У нас может быть, к примеру, в прошлом привычка говорить речи, которые сеют раздоры, то есть, ссорить других людей, чтобы они расставались. И теперь у нас возникает влечение именно к тем людям, с которыми нам нужно будет потом расстаться. То есть, мы влюбляемся, например, в человека, с которым нужно будет расстаться, и мы заранее этого даже не знаем. Это все происходит бессознательно. То есть, получается, что мы все время влюбляемся не в тех. Третье. Ужасно. Тогда... Третий вид результата – это преобладающий или доминирующий результат. Это то, в каком обществе или в каком окружении, в какой окружающей среде мы родимся в этой жизни. И как мы будем взаимодействовать с этим обществом или окружающей средой, то есть, как будут с нами обращаться и что будет происходить с нашей собственностью, с нашими владениями. Например, мы рождаемся в месте, где идет война, или где идет война, или где голод, нищета. И, соответственно, мы испытываем эти трудности. И, кроме того, люди, с которыми мы встречаемся, они на нас постоянно, к примеру, гневаются и так далее. Они плохо обходятся с нами и с нашим имуществом. Итак, давайте постараемся это запомнить. Напомнить созревшие результаты, то есть, совокупности, то тело, с которым мы рождаемся, чувство счастья или несчастья, интеллект и так далее. Предпочтение, что нам больше нравится делать. И на что похоже наше... каково наше окружение и как оно с нами обращается. Давайте поразмышляем над этим или усвоим это. И это может быть замечательное состояние, в котором мы рождаемся, если мы накопили положительную силу, или если мы накопили отрицательную кармическую силу, это будет ужасное состояние. И, определенно, мы имеем дело с какой-то смесью, конечно. Потому что мы создали много разных кармических сил и склонностей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... снижательной силой, которая создаёт сансару. So how about pure networks? Теперь, что касается чистых систем. And we will see that here it's a parallel structure to how karma ripens. И мы увидим, что здесь это всё устроено в соответствии с тем же самым, как созревает карма. I think it's important to see the parallel between so-called samsara and nirvana. To see that basically we're talking about a certain mechanism that can be directed in one direction samsara or another direction nirvana. Nirvana being either liberation or enlightenment. И очень интересно посмотреть на эти соответствия, то, как работает механизм, который создаёт сансару, и механизм, который создаёт нирвану, и под нирваной здесь имеется в виду освобождение и просветление, насколько они работают похоже. Because this is fundamental to understanding the theory of Tantra. И это действительно и будет фундаментом для понимания теории Тантры. We're talking about basic mechanisms of life. Мы говорим об самых основополагающих механизмах нашей жизни. And knowing how it works. И изучаем, как они работают. And knowing how to go in and fix it, adjust it, so that rather than it giving rise to samsara existence, it gives rise to nirvana existence. Для того, чтобы мы могли исправить или настроить эти механизмы так, чтобы вместо существования в сансаре они привели нас к нирване. In general Tantra, we're going in and fixing and adjusting the system in terms of this whole ripening of karma phenomenon, ripening of positive and negative force. И в целом в Тантре мы как раз стараемся исправить этот механизм созревания этих различных кармических сил, созревания кармы. Through the utilization of, as we've seen, bodhicitta, basically. Каким образом? С помощью бодхичитты, как мы видели. Whereas in highest class of Tantra, Nutri-Yoga Tantra, in addition to that, we're adjusting the whole mechanism of death, bardo and rebirth. Мы также настраиваем еще и механизм смерти, bardo и перерождения. So that this whole mechanism of how the consciousness withdraws and gets down to the clear light state and then generates a subtle form and then a gross form, rather than doing it with death, bardo and rebirth, we do it with going down to the clear light, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. When we dissolve our gross energy into... Let me repeat. With highest class of Tantra, in addition to fixing the mechanism of how the network's positive force ripen and deep awareness, we are also fixing the mechanism of death, bardo and rebirth. So that when our consciousness withdraws and becomes more and more subtle, and reaches the clear light, subtlest level, and reaches the clear light, subtlest level, and then gives rise to a subtle body in bardo, and then a gross body with rebirth, instead we go down to the clear light of the clear light mind, the subtlest stage in meditation. Although it could be done at the time of death. If you really have meditated a lot, I haven't been able to accomplish that during your life. And then using that same mechanism, change it so that instead of giving rise to a subtle body of bardo and a gross body of rebirth, samsaric gives rise to a subtle sambhogakaya body and a grosser nirmanakaya body. And then the practitioner uses the same mechanism, thanks to which the sharp body of bardo and a gross body of birth, and instead of creating the sharp body of samhogakaya and a gross body of nirmanakaya. So, in addition to bodhicitta, using various methods in nutri-yoga-tantra to basically get us down to that clear light mind in meditation. То есть, здесь помимо bodhicitta, мы в anutra-yoga-tantре также используем определенный метод достижения вот этого вот тончайшего уровня ума ясного света. And there are various methods which are used for that. И есть разные методы, которые здесь используются для этого. There's working with the energy systems, wind-yoga, there's working with levels of blissful awareness, there's Dzogchen methods. Есть уровни работы с энергетической системой, есть работа с разными уровнями так называемого блаженного осознавания, и также есть методы Dzogchen. All accomplishing the same thing for the same purpose. И все они предназначены для достижения одной и той же цели. Okay. So, we want to fix the system. Go in and adjust it. Make that adjustment. И мы хотим починить, исправить эту систему, настроить ее. So, pure network of positive force. Let's just speak in terms of the enlightenment builder ones. Make it simple, rather than speak in terms of the case of liberation building and what happens with becoming an Arhat. Итак, если говорить о чистой системе положительной силы, и мы здесь ограничимся только той системой положительной силы, которая создает просветление, и не будем рассматривать систему положительной силы, которая создает освобождение, то есть состояние Архата. So, similar to ripened result of karma. Точно так же, как и в случае с созревшими результатами кормы. We have something slightly different, although parallel, with achieving enlightenment. The difference being that ripened results in terms of samsara are unspecified phenomenon, whereas if we speak in terms of enlightened state, they are a constructive phenomenon. So it's not technically a ripened result. Этот созревший результат, он здесь будет практически таким же, как и в случае с тем, когда мы рассматривали систему положительной силы, которая создает сансарой. Разница только в том, что если там, в случае с сансарой, эти созревшие результаты были всегда неопределенными, то здесь, поскольку мы говорим о достижении просветления, эти результаты будут относиться к созидательным или конструктивным. So, similar to a ripened result, we get form bodies. Rather than a samsara body, we get form bodies of a Buddha. Точно так же, как в случае с... From this positive force built up with bodhicitta. Подобно тому, как в случае с созревшими результатами мы получаем сансарное тело, здесь мы достигаем тел Будды благодаря той положительной силе, которая была создана с bodhicitta. И у этих тел есть 32 превосходных знака и 80 так называемых отличающих или образцовых черт. And various types of features. То есть различные свойства, качества. И также еще сюда включают речь, а именно 64 качества речи Будды. So, we have similar this enlightened body and speech. We also have similar to, you know, samsara feeling of happiness or unhappiness. We have the untainted bliss of a Buddha. И помимо этих тела и речи Будды у нас вместо уровня, определенного уровня счастья и несчастья есть незагрязненное счастье, состояние Будды или дословно неиспорченное счастье. It never ends, not like our ordinary happiness, never diminishes. It's never unsatisfying, none of that stuff. It's not mixed with unawareness. Оно никогда не заканчивается, в отличие от нашего обыденного счастья. И оно, если наше обыденное счастье никогда не приносит нам окончательного удовлетворения, оно как раз приносит и... ... ... ... It never ends, it's not unsatisfying, etc. It doesn't matter. Then we, in sutra methods, we built up the causes for these, you know, body and feeling of happiness or unhappiness by means of constructive behavior. And the 32 signs of a Buddha, for example, are indicative of their causes. And in sutra we достигаем этих тел Будды благодаря различным видам созидательного поведения и, к примеру, эти 32 отличительных признака Будды, они как раз соответствуют различным его видам. So, Buddha has a long tongue and that indicates that as a Bodhisattva, Bodhisattva takes care of others with love and compassion and affection the way that a mother animal does by licking her young. And so, to indicate that type of affection, Buddha has a long tongue. So, like that, there are descriptions of all these different features of a Buddha. Например, у Будды длинный язык, что символизирует то, что когда он был Bodhisattva, у него были любовь, сострадание и забота ко всем существам, которые уподобляют любви и заботе матери, к примеру, матери ягнёнка, которая облизывает своё дитя. И таким образом этот язык, он символизирует вот эту материнскую любовь и заботу. И точно так же есть список по поводу всех остальных этих 32 качеств. So, in sutra we are practicing constructive behavior and that body that will achieve as a Buddha will resemble that and what does constructive behavior ripen into it, ripens into happiness. So, we will experience happiness, untainted bliss as a Buddha. И таким образом вот эти созидательные действия, практики, которых мы занимаемся в сутре, они превращаются в вот эти различные качества Будды и поскольку результатом созидательных действий является счастье, то в состоянии Будды мы переживаем счастье, причём именно вот это вот неиспорченное блаженство Будды. So, constructive behavior, bodhicitta meditation, you know, all these sort of things, that's the side of method. Tantra, general tantra, it is known as the resultant vehicle. So, in addition to constructive behavior and compassion, bodhicitta meditation, all these sort of stuff, we practice now similar to the result that we will achieve in order to bring about that result more quickly. И в тантре, которая известна как колесница плода, мы те же самые различные методы, такие как медитация на бодхичиту, сострадание, созидательные действия и так далее, мы представляем, что мы уже обладаем ими, а для того, чтобы достичь результата или плода быстрее. It's like in the theater, I don't know what you call it here, we call it a dress rehearsal in English. It's just before you're ready to put on the performance for an audience, you go through the whole play with everybody dressed in the costumes and everything. That's the final stage of preparation, so it's like you're in the actual performance. It's called a dress rehearsal in English. So tantra is like that. Вот, эта тантра подобна, когда в театре проходит репетиция, последняя перед спектаклем, когда актеры полностью в костюмах проходят всю последовательность действий. Мы на английском называем это костюмированная репетиция или можем сказать, что это называется прогон. То есть, мы представляем себя уже в форме Будды или в образе Будды. И в высшем классе анутаро-йоги. А мы также представляем, что обладаем вот этим блаженным осознаванием или неиспорченным счастьем Будды. И мы можем увидеть здесь эту структуру, вот эти вот параллели. Структивное движение, сансарик уровень, сансарик тела и сансарик счастье. Итак, созидательное действие, которое приводит нас к сансарному счастью, сансарному телу и сансарному счастью. Если созидательные действия совершаются в рамках этих чистых, чистой системы положительной силы, то это приводит нас к телам Будды и вот этому неиспорченному счастью. И не только мы практикуем конструктивное движение, но мы imagine сейчас что мы имеем тело, который репетит, буддховский форм тел, и мы имеем неизвестен блеск, который будет результативным уровнем. И таким образом, когда мы занимаемся созидательными или конструктивными действиями, мы представляем себя в этой форме Будды и представляем, что мы уже обладаем или чувствуем вот это вот незагрязненное или неиспорченное счастье. Понимаете, да? Далее, результаты, которые сходны с причиной, то, что мы делаем то, к чему привыкли в прошлом, это происходит или на сансарном уровне, или на уровне Будды это может быть просветляющая активность Будды, то есть то, те действия, которые он совершает. Что касается преобладающего результата, то вместо обыденного окружения, которое с нами определенным образом взаимодействует и так далее, например, нашего общества, в котором мы родились, на просветленной стадии или на просветленном уровне это поле Будды, Мандала со всеми божествами и так далее. И вот если мы посмотрим на эту параллельную структуру, мы увидим, что понять это не так трудно. и давайте произмышляем об этом, пусть это усвоится. И поднимаемся. И поднимаемся. Продолжение следует... 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 Мы обычно занимаемся практикой садханы. Садхана – это санскритское слово. Оно означает метод, благодаря которому мы достигаем состояния Будды, или, дословно, метод, благодаря которому наше состояние Будды становится актуальным. То есть, мы становимся актуальным, настоящим Буддой, или делаем это на самом деле, каким образом представляя, что мы уже достигли этого состояния. И, конечно, все это делается в контексте Буддхичитты. И вот почему в начале садханы абсолютно необходимы строки зарождения Буддхичитты, а в конце строки – посвящения. И если у вас окажется текст, где этого нету, это означает, что эти строки должны быть добавлены. Неважно, будут ли это именно строки, которые мы будем читать, или мы просто пройдем через эти шаги в своем уме. Главное, чтобы это присутствовало, потому что это очень важно, как мы уже как раз рассмотрели. Потому что, когда мы представляем себя в виде этого Будды, то этот образ Будды символизируется. Это символизирует наше собственное, пока еще не случившееся просветление, которое, тем не менее, мы можем достичь. И если у нас нет Бодхичитты, то тогда не имеет смысла представлять этот образ Будды, который символизирует наше будущее просветление. То есть, это практика, это именно замечательный метод, благодаря которому мы можем сохранять это намерение Буддхичитты. Это не просто какое-то... несколько абстрактное упражнение по развитию нашего воображения. Когда мы, например, представляем прекрасный пляж, закат, для того, чтобы расслабиться, но здесь мы не говорим об этом. Далее нам важно понимание пустотности, с которого как раз и начинается эта визуализация, и которая важно поддерживать на протяжении визуализации. А именно пустотность нашей обыденной формы, которую мы далее растворяем и представляем себя в виде образа Будды, и также понимая пустотность этого образа Будды. Мы представляем, что у нас уже есть это тело Будды. Мы представляем, что наша речь – это речь Будды, мы повторяем мантры. Мы представляем, как из нас исходят лучи света, которые помогают всем существам, и таким образом мы практикуем активность или деяния Будды. Мы представляем, что наше окружение – это мандала или поле Будды. Мандала – это дворец, в котором мы находимся, и поле Будды – это все, что нас окружает, включая дворец и также то, что за ним. И в анутра-йога-тантре мы представляем, что испытываем блаженное осознавание. Положенное осознавание пустотности, когда мы представляем себя в образе этого Будды. В тантре, в общем... В тантре, в общем... Вы, you know, you can't just have an understanding of voidness. You know, that mind that understands voidness has to have a physical basis. So, that physical basis is the form of a Buddha. Для ума, который осознает пустотность, нам нужна также какая-то физическая основа, и этой основой как раз и становится тот образ Будды, который мы представляем. Когда мы слышим инструкции, как, you know, «The mind that understands voidness now takes the form of a Buddha figure», то есть, когда мы... We have to understand what that means. It doesn't mean literally that the mind becomes a form. Когда мы слышим наставление о том, что теперь наш ум, познающий пустотность, превращается в тот или иной образ Будды, это не следует понимать буквально, как будто наш ум действительно принимает некоторую форму. It means that the physical basis for that mind is in the form of a Buddha figure. Здесь имеется в виду, что у этого ума есть физическая основа, а именно вот этот образ Будды. And in the Nutri-Yoga Tantra, then we, on the advanced-advanced levels, and we generate the subtle energy of the body into the form of this Buddha figure. It's called Illusory Body. На продвинутых, очень продвинутых уровнях Anutra-Yoga, мы превращаем тонкие энергии нашего тела в эти образы Будды. Это то, что называется практикой иллюзорного тела. There are many different tantras, and working with the body on this complete stage, there are many variants of doing this. Illusory body is perhaps the most widespread one. You also have things like light body, rainbow body, devoid form, there's a whole group of different types of bodies that are made, especially on this Nutri-Yoga or Dzogchen class. И в разных уровнях тантры есть разные практики, которые связаны с... На вот этих продвинутых уровнях, которые связаны с визуализацией тонких энергий в виде этих форм Будды. И практика иллюзорного тела, она, наверное, самая распространенная, но есть и другие, например, практика тела света, практика радужного тела, а также так называемая лишенная или пустотная форма. И, в частности, таких практик очень много в анутра-йоге и в системе дзакчена. Таким образом, чем мы занимаемся в тантре в дополнение к созидательному поведению или созидательным действиям, которые мы совершаем постоянно, и также в дополнение к обычной медитации на четыре благородные истины и пустотность, которыми мы занимаемся с мотивацией Бодхичитты, другими словами, это наша практика сутры. In addition, we are imagining now that we already are experiencing, like in a rehearsal, what will come from this positive force and deep awareness, these networks, when they are in enlightenment building. Кроме этого, в дополнение к этому, мы также испытываем, переживаем или представляем то, что станет результатом этой практики, это подобная репетиция. И здесь мы имеем в виду достижение вот, достижение pure enlightenment building network. So this is the result of what we will achieve with this pure... достижение того плода, который мы достигнем благодаря вот этим вот чистым системам, которые создадут просветление. We do this as a method in order to achieve it more quickly. И это метод, благодаря которому мы можем достичь этой цели быстрее. So similar to what will come from an enlightenment building network of positive force. И точно так же, как и то, чего мы достигнем благодаря системе положительной силы, которая создает просветление. We imagine we have a body of a deity, body of a Buddha. Мы представляем тело Будды. We have the speech of a Buddha, mantra. Речь Будды, это mantra. We have the activity of a Buddha, lights going out and benefiting everybody. Активности Будды, то есть свет, который исходит во все стороны, принося всем пользу. We have the environment of a Buddha. Окружение Будды. Мандала, pure land. Мандала и чистая земля. We have the blissful awareness, the level of happiness of a Buddha. Блаженное осознавание, то есть тот уровень счастья, который есть у Будды. And similar to what comes from this network of deep awareness, we have the full understanding of voidness, omniscient mind, of not only voidness, as deep as truth, but all the different aspects of the four noble truths which covers all of conventional truth. И как результат, который происходит и системы глубокого осознавания. Speaking very generally. И как результат того, что у нас возникает благодаря глубокому осознаванию, у нас есть понимание пустотности, а именно понимание реальности всех явлений, глубочайшая реальность всех явлений или абсолютной реальность всех явлений, а также и понимание четырех благородных истинах во всех их аспектах, которые представляют собой полное понимание всех относительных или обусловленных явлений. Из четырех благородных истин первая, вторая и четвертая относятся к обусловленной истине, в то время как третья, то есть истинные прекращения, относятся к глубочайшей истине. Таким образом, в тантре мы работаем над развитием этих различных аспектов нашей природы Будды, и благодаря чему в конечном счете мы достигаем того состояния, когда они полностью развиты. И, соответственно, мы работаем как с методами сутры, сутры по их развитию, так и применяем вот эти дополнительные методы тантры. И давайте некоторое время попробуем повторить это в уме перед тем, как мы закончим. И очень полезно в... Это может быть даже самая обычная мирская книга или лекция в университете. Мы повторяем, очень полезно повторять, что мы изучили, что мы узнали нового, самые важные моменты. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы заканчиваем посвящением положительной силы, которую мы накопили этим утром. Пусть вся положительная сила и все понимание, которое мы таким образом получили, пусть они становятся все глубже и глубже. И выступают причиной достижения нами просветления ради всеобщего блага. И пусть это поможет всем существам достичь просветления. Спасибо. Спасибо. Спасибо.